Блин, вот это печаль Если ты завтра не проснёшься Если так выйдет, что Сегодня Твой последний день на земле Немного покосал пластик Ладно, короче, сразу же обзор на этот китайский чехол Который я купил с Алиэкспресс Не советую покупать Открытие сезона Поехали Перчатки, что пролежали всю зиму Зацвели Тут можно грибы и опята выращивать Пока что надевать я это не буду Чехол выкинем на помойку Завелся Практически сразу Блин, неубиваемая техника Купал скутер на левую ручку И немного спас парус и пластик Но вот эта часть покоцала всё-таки Ну, как говорится, всё это к покраске Всё равно хотел перекрашивать Поэтому здесь уже без вариантов Как парус сработал, поэтому его и завалило Надо было его просто оставлять без ничего А ветер очень стильный в Питере, как вы видите И здесь ещё сквозняк такой между домов Ну ладно, будет урок Штурок я заберу, пригодится Итак, тест-драйв Ладно, планы у нас следующие Мы просто едем в гараж Небольшое видео о том Какая стоимость обслуживания скутера И вообще стоимость владения этой техники Ну и за одним просто прокатимся по городу Ох, ребята Несмотря на то, что я уже 7 месяцев не катался Это, конечно же, безумнейший кайф Сесть только что на скутер И прокатиться по солнечному Питеру Потому что эти две вещи Они никак не связаны И практически всегда Либо дождливая погода Либо не солнечно Вот, а здесь всё сложилось Это очень круто Я желаю всем, кто начал этот мотосезон Чтобы не было никаких падений Чтобы вы кайфовали от своей техники И получали истинное удовольствие А всем тем, кто не успел приобрести свою мечту Я желаю скорейшего достижения своей цели Здрасте А мне платить, скорее всего, надо Не пропускай А пропуск-то есть? А, нет, пропускай, которая вот вон С фотографией Ну, у меня только такой Какой-нибудь документ, что ты этот и есть? Я, это я Платическое удостоверение А платить как? Там бумажка вроде какая-то За полгода можно? Ну, хоть этот квартал Там он с обратной стороны всё расходится А, всё, понял Спасибо Блин, я так отвык уже от езды На скутере И страшно 50 км в час Еле-еле ветер сильный Вот, но кайф Конечно, кайф Неописуемый И, по-моему, у меня колёса ещё спущены Потому что жопу таскает Как я давно здесь не был И в гараже у меня срач Скажите, у вас тоже в гараже срач? Ещё одна такая проблема У меня рушится потолок Потому что эти деревянные перекрытия старые От прошлого хозяина Они были, не знаю, как утеплитель, что ли И от снега, как видите Крыша проваливается Короче, с гаражом ничего не сделать Деньги в него уваливать вообще нет никакого смысла Только продавать и покупать капитальный бетонный гараж Со всеми удобствами Оп Итак, приступим, наверное, с самого основного Какие поломки были за 2020 год За сезон 2020 С момента покупки До момента, так скажем, заканчивания мотосезона Я проехал ровно 5000 километров Что за это время случилось? И случилось, на самом деле, не так много Порвался ремень вариатора Причём он делал это не сразу А так потихоньку, помаленьку умирал Сначала падала максимальная скорость Потом стали появляться рывки Я думал сначала, что дело в вариаторе Как тогда мне казалось Ремень порвался буквально на светофоре Причём это было интересно Я стартую Небольшой рывок Начинаю ускоряться Где-то на скорости 30 У меня такой звук Пам! Но как порвался ремень Я сейчас приложу фотографии Он не порвался прям Как это в обычном понимании А у него осыпались зубья То есть, естественный износ ремня Это когда уже зубчатый ремень Точнее, вот эти зубья, которые находятся на ремне Они начинают потихоньку разрываться Отрываться от основы И потом просто в один момент В слабое место Срывается какой-то один из зубчиков И потом же по инерции Забиваясь вот на самом вариаторе Часть зубов отлетает И ремень просто слетает с вариатора Ничего такого страшного не произошло И самое что главное Нет никаких последствий у обрыва ремня На тот момент, когда я искал себе ремень Не было ничего в наличии Я сразу купил какой-то китайский ноунейм Ну, в итоге нашел потом под заказ Дайка Самое интересное, что его пришлось сдать почти 10 дней Скутеры не такая-то уж и непопулярная техника Тем более полтинники Но, как оказалось, ремень Дайка Написано, сделано в Италии Пришлось подождать 10 дней В общем, я поставил китайский На нем сейчас езжу Этот остался в прозапас Тот, по-моему, немного короче Высокая скорость, где-то 50-55 Этот отрезок набирается очень-очень долго Практически недостижимая какая-то максималка А на старом ремне, который оборвался Максималка была где-то 62-64 Ну, то есть стрелка, наверное, где-то туда чуть-чуть немного уходила за 60 Реально скорость по GPS, она будет ниже Именно скорость по спидометру Она упала А что еще следует нам поменять? Воздушный фильтр Он, как таковой, здесь не существует То есть в обычном понятии В автомобильном, мотоциклетном Когда у вас есть сменная кассета Или что-то такое подобное Здесь просто стоит губка Самая обычная Похожая на губку для мытья посуды И многие, конечно, заменяют именно на губки для мытья посуды И это неправильно Потому что абсолютно разная плотность Разная пропускная способность Я, конечно, понимаю, что это не супергонка И, возможно, большой какой-то разницы в этом нет Лучше, конечно, с губками гонять, чем вообще без ничего 150 рублей Понимаете? 150 рублей стоит фильтрующий элемент Который я приобрел в магазине запчастей для скутеров На Софийской 8, корпус 1 Мотолофт заходите Поднимаетесь на второй этаж И идете мимо мотоциклов Видите, слева небольшой такой ларечек Там продают скутерные запчасти Вот такой фильтрующий элемент Он уже с пропиткой, с маслом идет Подрезаете по необходимой ширине, длине И ставите ваш воздушный короб Для меня, на самом деле, вообще удивительно Что такие нанотехнологии в скутере Ну, потому что в мотоциклах такого нет Да, там есть фильтр нулевого сопротивления Индивидуальный На карбюраторы, например Либо кассета тоже из поролона с пропиткой Так или иначе, это было для меня небольшим открытием Что вот такие вот фильтрующие элементы Продаются на обрез По форме вот под этот воздушный короб Мы, кстати, этим тоже займемся Проинспектировать как минимум стоит Ну и к тому же немножко ушел какой-то подрыв И проблема с тем, что очень высокие обороты Возможно, скорее всего, что богатая смесь Когда мало воздуха и много бензина Обороты и холостые очень высокие Также я думаю, что, скорее всего, это может быть и карбюратор Его тоже нужно будет разобрать Посмотреть, почистить Так, что я еще прикупил Как вы понимаете, у меня ретро-скутер Вот и здесь хром, он очень смотрится в тему Все вот эти вот округлые дутые формы И очень классно выглядят эти всякие хромированные детальки Типа такие, такие, такие капли Ободок, грузики В общем, все вот эти приколюшки Я не вижу смысла убирать с них хром И менять там на новый лад Да, вообще хрома нет У такого скутера, это просто, наверное, грешное дело убирать хром Наоборот, его здесь должно быть больше И все должно блестеть, как у котишки яйца Поэтому я купил зеркала Называется Black Mirror Написано, что заводское качество и заводские спецификации Главное, что они хромированы У них ножки железные Вот такие красавцы Повторяют форму заводских зеркал Чуть-чуть отличается ножка Чтобы вы понимали Вроде блестит, но и красиво Старые зеркала я оставлю в любом случае Лишних зеркал не бывает Какое-то падение, либо еще что-то Можно очень легко разбить Без зеркал ездить Но это такое Больше шансов, что рано или поздно Вы достигнете точку соприкосновения с машиной А это будет болезненно Я думаю, нужно поменять зеркала И посмотреть, как это будет выглядеть Если посмотреть У них такая же обзорность То есть не увеличивают Не уменьшают Все то же самое абсолютно Поэтому и махнем их сразу Малышка на хроме Эх, обожаю свой скутер Какой же он классный Просто на него смотришь и кайфуешь Немножко силеный будет побольше Хотя бы десяточку И подвеску получше И тормоза получше И это уже будет другой скутер Не, но все равно мне он нравится Лапочка Привлекает внимание Он, кстати, грузики китайские Раз И заржавели Так, и так Передача Модный приговор у нас завершилась Смотрим, что получилось Не, ну кайф, что Хромированные ушки Кстати, плюс к безопасности Потому что они бликуют немного Еще привлекают тоже внимание Слушайте, стиль за 600 рублей просто Стиль, который ты обязан сделать На своем скутере Стиль, который ты Должен сделать Несмотря ни на что Стиль хрома Стиль пенсионера Стиль 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 хонда Хром пакет готов Эть, эть Блин, какой он классный, а Мне аж больше стал нравиться Ладно, тест-драйв Я думал, что здесь будет слабый шарнир И на нем зеркало будет колбаситься Не, все то же самое Эх, и где мои Десять лет Я был бы самым стильным парнем на деревне Не, ну вы посмотрите Какая прелость, а Прелесть прелость И вы спросите Что же такое в этой коробочке красивой В общем, здесь один красивый китаец Вот такой гоночный Амортизатор на 290 мм И он даже длиннее, чем оригинальный Проблема была в чем Задницу пробивает на каждой кочке Ну как, не на каждой А если на первую волну заезжаешь На второй Сто процентов будет пробивать И я искал какую же замену И один из подписчиков Мне написал, что Чувак, есть Амортизатор От лида Попробуй его поставь на 290 Нашел такой за 1000 рублей Опять же в этом мотолофте Самое интересное Что мне сказал продавец Я говорю Слушайте, а там масло вообще есть? Он говорит Ты что? Это же китаец Тут даже может быть такое Что и масла не будет Чисто пружина Как это проверить? Ну только установкой на сам скутер Потому что оригинальный Мне не нравится Что же еще ломалось И пришлось поменять В этом скутере Ну как я уже говорил В своих лориках Лориках Роликах Меня не устраивали тормоза Я менял Задние барабанные колодки Потому что перед нифига не тормозит И здесь основной задний Что конечно же Очень сильно удивительно Потому что на мотоциклах Да вообще в целом Весь вес переносится на перед И перед это основной тормоз Но эффективность всего Она конечно же Здесь не такая интересная Как хотелось бы И задний здесь основной Поэтому я купил колодки Это Ферода Воткнул их Поставил Из носа барабана Вообще никакого нет Там все отлично Стало немного Чуть-чуть лучше тормозить Но эти чуть-чуть лучше Оно вообще никак не ощущается Потому что Сами по себе Тормоза здесь слабые Нужно просто к ним привыкнуть И забить То есть инспектировать Смотреть колодки живые Внутренние барабаны живые Больше здесь ничего не сделать Единственное что Вилку переднюю Менять на дисковый тормоз От какой-то Диву Я уже забыл модельки Но понимаете в чем прикол Весь смысл этого скутера В том как он в стоке выглядит И что-то здесь менять Ставить передний дисковый тормоз Придется убирать Вот эту рычажную подвеску Вот эту ракушку хромированную И все это будет Ну выглядеть как-то Не особо интересно Поэтому С этой идеей Я конечно же Слыкся в том Что здесь что-то улучшать Менять В общем Пусть будет как есть Нужно просто привыкнуть Такой технике И получать кайф Именно от стока Перешивал один раз сидушку И мне вообще Не сильно понравилась она Это был какой-то Эпик фейл Во-первых Ткань Которую я выбрал Она оказывается мебельной Она не подходит Для того чтобы ее Использовать на солнце Человек Который мне шил К нему вопросов нет Он шил все ровно Сделал вот эту ручку Такую декоративную Но проблема в том Что она очень быстро Растрескалась на солнце Буквально там За первые две недели Я ему написал конечно Об этом Сказал не вопрос Покупай ткань на выбор Какую ты хочешь И я тебе перешью бесплатно Да я передумал Ну скорее всего У человека мало опыта Было вот именно С такими тканями Которые отличаются От просто черных оттенков Которые он шьет Я сейчас нашел Очень интересную компанию Там парень занимается Перешивом сидений Находится он в Москве Я с ним обсудил этот вопрос Еще конечно Меня волнует Сама эргономика сидений С нее постоянно Скатываешься вперед Ты нормально не держишься Здесь нет такой фактурной ткани Которая вашу задницу задерживает Будь то ты в джинсах езди Будь ты в шортах Постоянно ты скатываешься Вперед, назад, вперед, назад Не очень удобно Ну и саму форму сидения Нужно более анатомическую Под мою задницу Чтобы сидеть на ней Во-первых хотелось Ну и плюс перемещаться На дальние расстояния Чтобы задница не затекала Стандартная мягкость Которая здесь находится Это как в жигулях Садишься вроде бы мягко Начинаешь долго ехать У тебя затекает задница То есть это баланс Какой-то должен быть Между мягкостью, комфортом Да и жесткостью Да вот мягкие сидушки Это конечно Ну не мое И это меня больше всего Волнует Больше чем максимальная скорость Больше чем стоимость Обслуживания расходников Всего остального Комфорт реально Как на унитазе Только который еще и передвигается По стоимости сидушки Я ее перешивал За две с половиной тысячи С материалом В принципе это немного Но с одной стороны Деньги просто впустую Ушли как вы видите Проклеены все швы Здесь все грамотно Пошито с точки зрения Именно швейных дел Но с точки зрения Выбора ткани У человека нет такого опыта Чтобы это сделать Более грамотно Наверное про обслуживание Это в целом все Все абсолютно здесь работало Все электрика работает Я там разбирал пульты Смотрел там Смазывал, чистил Любая кнопка Любой переключатель Стоп-сигнал Лампочки Все-все-все работает По поводу резины Она у меня стоит здесь китайская Непонятно какая Ноунейм Вот такие иероглифы Предыдущий хозяин Ну как типа предпродажка Сделал и поставил Вот такую резину Но в целом Она трется очень хорошо Я проехал 5000 И протектора осталось Еще очень много Примерно Получился износ Где-то около 60% То есть можно рассчитывать На то, что 1008 Может быть даже 10 Эта резина проедет Теперь я практически не износил Здесь протектор очень высокий Как вариант В принципе он достоин Учитывая, что Это не какая-то Спортивная техника Повороты закладывать не нужно Поэтому Китайский вариант Такой резины Вполне себе ничего Я посмотрел Сколько примерно стоит Такая покрышка Это 3 на 10 И получается, что 1000 рублей стоит Одна покрышка Есть варианты Более брендовой резины Например Митас Можно взять какой-нибудь Либо Мишлен Стоимость Стоимость будет Примерно В 2 раза больше 1800-2000 рублей Также есть варианты Поставить Whitewall Это вот с такими Белым каркасом Смотрится очень круто Но цена кусочая 3000-3500 за одну покрышку Практически Как на взрослый Мотоцикл Вот Также еще стоит Рассказать по поводу Расхода масла Я заливал не всякую херню Как обычно Заливают бензопилу Заливал Матюль Получается, что 1 литр масла Выходил на 1500-2000 километров Примерно столько При том, что я всегда езжу Газ в палас Ну и соответственно Расход масла Становится больше Стоит ли вкладывать Стоимость бензина Как Стоимость пользования Я, конечно же Не буду Потому что У всех это будет Индивидуально Кто-то 95-м Заправляется Кто-то 92-м Я, наверное, скажу Что это Самая необременительная Техника Которая у меня была Даже На велосипед Колодки Стоит примерно Дороже На рублей 100 Ну, расход бензина В принципе Он терпимый Не такой большой Как у мотоциклов Не говоря уже про машины 3 литра Это немного Но, в принципе Я бы не сказал Что это очень маленький расход Будет интересно Какой будет расход За городом При постоянной скорости Примерно Там 40-50 км в час Возможно Будет чуть-чуть поменьше Ну, там примерно 2,5-3 литра Вот, соответственно Запаса хода На полный бак Здесь он 4,8 Примерно 4,7 литра Я замирал Как-то в полностью Высушивал бак И заправлялся на заправке Это где-то 4,8 Получается, что Запас хода На полном баке Это 150 Наверное 200 км В зависимости от того Как вы ездите Но после 120 Как я уже говорил Км Я ищу уже заправку Также по поводу Стоит сказать Вариатора Я его смотрел Когда Порвался у меня Ремень вариатора То есть Грузики имеют Небольшой износ Я с ними ходил в магазин Мы сказали, что Это даже не то Чтобы в пределах Допустимого Они в принципе Не имеют какого-то Критичного износа Да, там как-то Возможно Отразиться на динамике Но в рамках Всей мощности Максимальной скорости Скутера Даже если это будет На километр меньше Оно вообще Особой роли не играет Примерно Хватит еще на столько же Новых грузиков Это примерно 10 тысяч То есть Я говорю именно Про стоковый вес Который Не спортивный Какие-то Которые больше Дают момент И меньше максимальной Скорости А именно Стоковые грузики Я думаю, что В моей эксплуатации По городу Притом, что Я буду ехать Максимально быстро Максимально возможно На этом скутере То расход грузиков Будет 10 тысяч Вот Поэтому Сейчас я Прикреплю все Ценники Расходников Которые я Заменил на этом скутере Там что-то вложил Вот, кстати По поводу масла Я заливал Матюль 2Т-эксперт По-моему Называлось Синтетическое масло Нету практически Выхлопа Он какой-то минимальный Когда особенно Заводишь на холодную Не едкий То есть Он пахнет Достаточно приятно Насколько это возможно Для двухтактного масла Так как Литр масла Практически Приближался к 1000 рублей Я понимал Что это очень дороговато Нашел вариант Достойный От компании Зиг Двухтактное масло По цене 350-400 рублей Это было в прошлом году Название масла Я прикреплю Вы можете такое использовать То есть Запах не стал хуже Да Он не такой едкий В целом Больше никаких нету Нареканий Не было никаких расходов То есть Это чисто Хорошее масло Бензин Резина Да Там Которая у вас есть Либо такая вот Китайская Можно на ней кататься Спокойно Зацепа хватает В принципе До около нулевой температуры Соответственно Резину можно вообще Ставить любую Главное Понимать Для чего вы используете Там допустим По грунтам гоняете Либо по асфальту Но у меня она такая Комбинированная Мат плюс С Что бы это означало Я не знаю Потому что На автомобильных шинах Пишут М плюс С Это мат Грязь И С Это снова Резина Получается Грубо говоря Универсальная Чем я в принципе Доволен Когда особенно Вот я выезжал На Финский залив Где есть и песок И грунт В принципе Он неплохо тащит Вот Но так как маленький вес В принципе Его можно взять за ручку Да там приподнять Дернуть Либо просто Не сидеть на сидушке А просто встать на ноги И под газом Уже его под собой протащить Не было никаких Отрицательных моментов Скутер ездил Абсолютно исправно Даже если у вас Не будет денег Для того Чтобы его обслуживать Я не знаю Можете у родителей спросить Заработать эти копейки Ну потому что А стоимость реально Обслуживания И владением Этот скутер Ну настолько минимальна Насколько это возможно Сейчас в наших условиях Несмотря на то Что бензин дорогой Масло дорогое Вот все равно Это стоит небольших денег По сравнению С розовым мотоциклом Вот Главное Любить технику И вовремя ее Обслуживать Все то что нужно В принципе знать Про этот скутер Вот Ладно Всем спасибо Это был канал Пицца Бой Подписывайтесь Ставьте лайки Пишите комментарии Возможно у вас Есть свой опыт Эксплуатации Сколько вы тратите Что покупаете Какая резина Возможно Были разные конфигурации В принципе Это будет мне тоже интересно В общем Видео конечно Получилось не такое Это уж и маленькое Но много 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 хочется Рассказывать Про этот скутер Вот Я думаю Еще там будет у нас Детейлинг Доработки Всякие там полировки Но это уже потом В будущем видео Ладно ребят Всем пока Еще раз Это был Пицца Бой Пишите Ставьте лайки Подписывайтесь Ставьте колокольчик Субтитры сделал DimaTorzok